День мы, как обычно, начинаем с моря, с пляжа. Туристический сезон у нас сейчас в разгаре. Народа много. Хотя я вообще не понимаю, зачем нужно ездить. Именно вот в июле, в августе. Солнце такое активное, палящее. Больше чем до 10 просто невозможно выдержать. Но мы даже на пляже не лежим, не загораем, а занимаемся совершенно другими вещами. Да, у нас нет такой привычки, некогда нам лежать. Хотя нет, я вот в апреле, в мае с большим удовольствием греюсь на солнышке. В октябре будет тоже здорово. А сейчас? Сентябрь, октябрь, конечно, парк на сезон. Здесь, в парне. Вот по-настоящему вархатный, а не август, как говорят. Кстати, у меня на ютуб-канале есть видео, которое я делала в прошлом году по варнирской осени. Какой здесь сентябрь, какой здесь октябрь. И после того, как я стала проживать эти месяцы в варне, и я стала задумываться, куда деваться из варны на июле-август, в самые жаркие месяцы. Ой, сегодня волны прямо с утра. Такое море шумливое. При таком активном сорте приходится не то, что на берегу сидеть, но и плавать в шляпе. Ну, не знаю. Унесу волны, так унесу. У меня такая спецшляпа старенькая. Как у нас здесь в варне все хорошо устроено. Не то, что в этих курортных зонах, где раскаленный песок и асфальт между морем и отелями. Да, здесь много очень зелени. И как-то так день, можно по-другому ходить. В общем, идет платить за воду. И заодно сейчас вам расскажем, как в Болгарии происходит оплата коммунальных услуг. Тут у нас и дорогу ремонтируют. Тоже дело хорошее. Так вот, смотрите. Значит, оплата за электричество топ, как называют в Болгарии, и воду исключительно по счетчику. Приходит контролер. Причем то, что касается электричества, значит, внизу счетчики стоят в подъезде в специальной комнате. И как туда попадает контролер раз в месяц, это нас не касается. И у нас оформлен специальный счет в банке, с которого автоматически снимают деньги за месячный расход. На почту, да, на почту посылают нам письмо специальное, где написано, какая отметка, то есть расчет в этом месяце. Вот. И мы это уже в течение двух лет так делаем, очень удобно, потому что здесь еще получается, что если вовремя не заплатишь, то потом берут пение. Поэтому даже когда я уезжаю из Болгарии, то все, у нас как-то хорошо идет в этом плане. Это сейчас и воду. Счетчик. Мы нас переведем. Да, значит, ой, шумит он как-то. Это трактор. Значит, то, что касается воды. Счетчик у нас два. На кухне и в ванной стоит. И, значит, раз в месяц тоже приходит контролер, который снимает показания, отправляет их в систему. И мы потом идем на почту и оплачиваем. Вот. Вперед оплатить ничего нельзя. Только после того, как получают вот эти деньги. Вот. Поэтому мы сейчас тоже хотим перевести это на автоматическую оплату через банк. Потому что бывает так, что и пени приходится платить, и цены растут. И потом, значит, ты расходовал по одним ценам, а оплата идет уже по другим. Вот. Ну, пока, значит, вот идем сейчас заплатить. Посмотрим, что у нас там получится. Хотя мы знаем. То есть я расписалась за два куба воды. Ну, вот так мало мы расходуем, просто потому, что знаем, как правильно жить в Болгарии. Ну, вот она и почта. Естественно, без кофейного автомата ничего здесь не обходится. Кстати, и наш медицинский центр. Вот. Большой. Большой, да. Здание, конечно, 70-х годов. А-ля СССР. Made in USA, да. СССР. Вот. Но зато там, между прочим, очень нормальные специалисты. И я вот недавно тут ходила, по всей варне бегала, искала зубного. Так здесь мне сделали буквально так 60 лево, это сколько? У меня коронка. 30 евро. Отвалилась. Да. И вот за 30 евро мне поставили новый штифт, пломбу. Все это под старую коронку, чтобы не было лишних расходов. И вот за такую цену, за 30 евро. И большое спасибо этому доктору. Да, и здесь же у нас что? Очень удобно. Ну да, очень удобно. У нас здесь есть еще день-на-нощий кабинет. Да. Так что медицинскую помощь можно получить в любое время суток. В смысле того, что не надо вызывать ни отложку, и либо ты переходишь сюда сам, либо врач до тебя добежит в любое время суток, если есть такая необходимость. И яблочки растут. И яблочки растут. Яблочки растут. так теперь надо проверить абонентский номер чтобы соответствовал моему а то у нас тут было здорово что соседский нам написали так смотрим вот он сто семьдесят четыре девяносто тридцать шесть второй наша но здесь вот квитанция все тут очень удобно все расписывается очень подробно какие цены кубами например на щечки кубометра сколько стоит цена кубометра лев семьдесят четыре стояли семьдесят четыре статинки тут канал это наш как слив и причинствование причинствование это очистка воды то есть вот все вот вы видите все расписано но соответственно при плюс еще налог вот они дтс берут и получается у нас общая сумма тут сколько вот получилось 2 95 это за один счетчик и 5 95 за второй по второму счетчику да то есть если разделить эту сумму на два то получится евро и тогда всем понятно будет так но все врача проверили пойдем все и и и и и